Всем привет, с вами Голодный и сегодня у меня будет не совсем обычное видео на канале. В нем я представлю вам свой краткий обзор на топ 30 лучших игр, которые выходили на самой популярной консоли 90-х, известной у нас как Dendy, а во всем остальном мире как Famicom и NES. Сразу предупреждаю, что данный топ это только мое субъективное мнение и вы конечно же можете со мной не согласиться, так как 90-е на Dendy у каждого были свои лучшие игры. Ведь тогда не было никаких интернетов и кучи обзорщиков и критиков, которые могли навязывать свое мнение. Тогда мы просто играли в то, что у нас было и лучшими играми для нас были те, которые запомнились больше всего. Ведь например с моим топом никогда бы не согласились мои родители, которые хоть и не так часто, но играли и для них лучшими играми были Tetris, Battle City и Galactica. И на 30 месте у нас сразу две игры, это Castle of Dragon и Swordmaster. Игры от студии Athena. Castle of Dragon и Swordmaster представляют из себя эдакий Dark Souls того времени. Хардкорная фэнтези, где вам в роли доблестного рыцаря предстоит противостоять различной нечисти и даже драконам. Тут есть простенькая система прокачки и возможность получения нового оружия. И чтобы пройти всю игру, у вас есть всего лишь одна жизнь. То есть если вы продвинулись далеко в игре и умерли, то вам предстояло начинать все заново. Причем в Castle of Dragon в последнем замке есть небольшой выбор, куда идти. И если вы вдруг выберете неверный вариант, то... Единственное, что оставалось после смерти, это ваша прокачка и оружие, что значительно облегчало жизнь. Только вот от падения в яму все равно не был никто застрахован. Микромашинки Самая первая часть серии про безумные гонки на микромашинках от известной студии Кадмастерс. Перед началом гонки вам предстояло выбрать себе одного из нескольких пилотов, которые кроме как своего харизматичного вида больше ничем и не отличались. В игре был большой парк транспортных средств, в который входили не только четырехколесные машины, но и лодки, вертолеты и даже танки. Трассы, по которым предстояло колесить, плавать или летать, пролегали по различным местам, таким как кухонный или бильярдный стол, клумбы, пляжи, дворы, мастерские и ванны. В игре также присутствовала и игра на двоих, где вы могли посоревноваться со своими друзьями. Фантастическое приключение Дизи Еще одна игра от студии Кадмастерс, только теперь про приключение яйца по имени Дизи, который больше был известен владельцем популярного в 90-х компьютера The Expectant. Сама игра представляла из себя платформер с элементами квеста и мини-игр, что было достаточно большой редкостью для консолей. В отличие от Spectrum, в версии для Денди была более красивая графика и звук. Но несмотря на все плюсы, игру мало кто проходил, из-за ее сложности, отсутствия сохранений и непонимания вообще, что нужно в ней делать. Супер Спай Хантер Игра в жанре вертикальный скролл-шутер от студии Sunsoft, в котором мы управляем автомобилем-трансформером с кучей пушек на борту. Собирая различные улучшения, наш автомобиль со временем превращался в настоящее орудие для убийства, а в определенные моменты мог даже трансформироваться в лодку или самолет. Приличная графика, ураганная динамика и терпимая сложность не оставят равнодушными любителей скроллеров. Жаль только, что нет режима на двух игроков. Crysis Force и Life Force Известный также еще под названием Саламандр Два горизонтально-вертикальных скролл-шутера от Konami, где нам предстояло уже взять на себя роль пилота футуристического самолета. Тут есть все, что так нравится любителям данного жанра. Куча апгрейдов, красивая графика, качественный саундтрек, разнообразные уровни, зубодробительная сложность, а также возможность игры вдвоем. Robocop 3 Игра по мотивам знаменитого фильма о роботе-полицейском. На Денде было всего три части, но первая и вторая были далеки от идеала, а вот третья от студии Проб получилась вполне неплохой игрой. Графика и звук соответствуют теме игры, а у самого Робокопа был внушительный арсенал для уничтожения нерадивых гопников. Но самое интересное в игре это была система повреждений, которая и учитывала, куда нашему роботу больше всего прилетело. Если вовремя не починить подбитый элемент, например голову или ноги, то могут начаться такие проблемы, как например, вы нажимаете влево, а наш главный герой идет вправо, или вообще какое-то время не слушается никаких команд. Единственное, что расстраивало, это продолжительность игры. Она по сути состояла из трех уровней, один из которых нужно было пройти сначала в одну сторону, а потом в другую. Мегамен, в Японии известный как Рокмен. Популярный платформер от компании Капком. На Денди вышло аж шесть частей данной игры, что говорит о ее большой популярности. В начале игры нам предстоит выбрать один из шести уровней, в конце каждого из которых нас будет ждать определенный робот с уникальным умением, о котором можно понять из его имени, Бомбермен, Электромен, Айсмен и так далее. У нашего же главного героя в самом начале нет никаких особых умений, кроме как прыгать и пулять горохом. Но со временем, побеждая других роботов, наш герой будет перенимать их способности, что облегчит жизнь в борьбе с другими роботами. И как раз в умелом подборе нужных умений под определенного босса и заключается основная фишка игры. Бластер Мастер Приключение танкиста от компании Санцов. Игра с открытым миром, где нам на своем чудо-танке предстоит его исследовать. Но периодически пилоту придется покидать свой танк, чтобы протиснуться в узкие проходы или исследовать различные строения. И уже там нас ожидает совсем другая игра, за астронавта с видом сверху, где и предстоит сразиться с боссами, чтобы получить очередной апгрейд для своего пепелатца, с помощью которого можно будет попасть в ранее недоступные части локации. В игре хорошая графика и звук, из недостатков можно отнести разве что невозможность сохранения или отсутствие системы паролей, так как пройти игру за один присест было очень проблематично. Поверблейд Боевик от компании Тайта. Уникальность данной игры в том, что главный герой из будущего, похожий на Шварценеггера, использует в качестве своего оружия бумеранги. Имеются также и особые костюмы с уникальными атаками, но все равно бумеранги оставались основным оружием для умершления. Вторая часть игры была более продвинута в части графики и геймплея. Уровни стали более разнообразными и появились дополнительные костюмы со специальными возможностями. Но все же первая часть тоже заслуживает внимания, особенно ее прекрасный саундтрек. Кикмастер Это битэмап-платформер, да еще и с элементами РПГ, от компании Тайта. Главный герой, как вы уже, наверное, догадались, из названия избивает своих врагов исключительно ногами, лишь иногда применяя несколько заклинаний. А с повышением уровня разновидностей ударов ногами становится только больше. Игра имеет мрачную атмосферу, неплохую графику и звук. Кастлвания Известный платформер от Канами, в котором главный герой по имени Саймон при помощи своего знаменитого кнута борется с различной нечистью, во главе которой стоит сам граф Дракула. Помимо кнута, у главного героя есть и другой реквизит. Это кинжалы, святая вода, кресты и топоры. На Денде выходило три части данной игры, причем во второй части появились элементы квеста с открытым миром. А третьей части, как ни странно, у нас было почти не найти. Поэтому самая первая была как-то роднее всех остальных. Ниндзя Гайден Тоже известная серия от компании Текмо, положившая свое начало еще в конце 80-х. Это платформер, где главный герой ниндзя по имени Рю Хайабусы отправляется в Америку, чтобы отомстить за убийство отца. Игра по геймплею похожа на первого Бэтмена и выделяется разве что достаточно интересными сюжетными ставками. На Денде выходили три части данной игры и каждая последующая не привносила больших изменений в геймплей. Графика становилась с каждой частью более насыщенной, а Рю становился более проворным. Стоит также выделить в игре хороший саундтрек. Шакал Игра от Канами с видом сверху про бравых вояк, которые на джипе противостоят большому количеству живой силы и техники, которые попутно также спасают из плена заключенных. Из оружия есть пулеметы, гранаты и даже ракеты. В игру можно было играть вдвоем, за что она и получает большой жирный плюс. Бэтмен и Бэтмен Ретерн Игры также созданы по мотивам одноименного фильма. На Денде выходило три части Бэтмена, но у нас тогда были популярны только две. Это был первый Бэтмен от компании Sunsoft в жанре платформер с мрачной атмосферой и Бэтмен Ретерн в жанре битэмап от компании Канами, где была уже более продвинутая графика и более разнообразный геймплей. В самих играх между уровнями были сюжетные вставки, которые повторяли события из первых двух частей фильма. Mighty Final Fight Бэтмен ап от Капком про приключения трех друзей, которые отправились освобождать дочь мэра города. Каждый герой имеет свой оригинальный стиль боя и набор приемов. В игре даже присутствует прокачка, и чем более стильно вы деретесь, тем больше очков опыта вы получаете. А при получении нового уровня открываются еще дополнительные приемы. В игре много юмора, начиная от диалогов и заканчивая дизайном самих персонажей и врагов. Единственное, чего не хватало, это продолжительности и режима для двух игроков. Vice Project Doom Уникальная игра от компании Sammy, которая содержит в себе адскую смесь из платформера, скроллера и тира. Также разнообразна и сами локации в игре. И все это приправлено еще и закрученным сюжетом в виде анимированных ставок между уровнями. К сожалению, данная игра по какой-то причине мало где продавалась, и соответственно была не так популярна. И даже те картриджи, что были, у нас шли поголовно на японском языке, не давая понять, что вообще происходит в игре. Субтитры сделал DimaTorzok